Итак, всем привет, с вами Салат Машик, у меня для вас сегодня новости на 22 числа 8 месяца 2018 года. И, собственно, есть у нас кое о чем поговорить, у нас не очень много на этот раз новостей, но кое-что интересное получилось, поэтому давайте, собственно, вперед. В первую очередь, это самое большое событие, которое у нас произошло за вчера, это статья из Мастерского Разраба пришла. Прямо как-то странно, только я вчера, по-моему, вспоминал по поводу того, что обещали нам статьи, и тут бах, сразу новая статья. И на этот раз мы с вами поговорим подробнее о логине 3.0, нам Разрабы прислали больше подробностей. И на этот раз у нас есть такая забавная статейка, разделена она была на две части. Во-первых, касается увеличения наград, вторая о целях, то есть награды, которые мы получаем за 50 и 100 и так далее день. Начнем с первого, это увеличение наград. Первое, это то, что Разрабы выделяют, то, что сейчас на данный момент очень мало прогресса выделяется, касается увеличения наград по мере продвижения. То есть на данный момент как система работает? Когда у вас попадается условно эндо, у вас есть шанс получить малую награду, то есть малое количество эндо, и большую награду, то есть вы получаете больше эндо. Но по факту вы получаете эндо, просто есть определенный шанс, что получите либо маленькую награду, либо большую награду. И суть в том, что шанс того, как у вас определяется большая награда или маленькая, во-первых, это естественно процент, во-вторых, этот шанс увеличивается по формуле ранг мастерства, умноженное на 5%. И, соответственно, Разрабы как пишут, что если, например, у вас 10 ранг, то шанс получить либо малую, либо большую награду 50 на 50, или если у вас 20 ранг мастерства, то у вас 100% шанс получить большую награду всегда. И больше никакого прогресса после 20 ранга мастерства, к сожалению, нет. И дальше никак прогресс, сколько у вас дней и так далее не засчитывается. И эта система довольно получается плоская. Новая система прогресса, она будет зависеть от количества дней, которые вы заходили, и у нее, по идее, не будет такого тупика 20 ранга мастерства. Я вообще, насколько я понял, по рангу мастерства больше ничего считаться не будет. И именно, как будет это все дело происходить, это награды будут увеличиваться на 25% в количестве каждые 50 дней, то есть каждый условно шаг, который будете получать. Например, как нам разработчики сделали, пример эндо в день 1, когда будете получать это 50 эндо, в день 400 вы будете получать. И получать 150 эндо, то есть в 3 раза больше 900, и день это 275 эндо, ну а 1000 в день уже, соответственно, 300 эндо. Опять-таки, у меня есть сомнение касается этого системы, потому что когда эндо получаешь, вроде как-то это и так себе. Плюс, когда 900 дней ты заходишь в игру и получаешь 275 эндо, ты такой, боже мой, вот мне просто не хватало 275 эндо. Но она странная система. Конечно, хорошо, что награды увеличиваются, то, что они не будут идти прям так в тупик, и бог знает, как там получаться на 3000 день. Но все равно система получается какая-то такая себе. И мне не нравится то, что получаем эндо в таких количествах и так далее. Но кто знает, может быть, кому-то и понравится. Касательно другой части статьи, это именно о тех целях. То есть награды за определенные дни, которые мы получаем, эти награды заранее на данный момент у нас подписаны. То есть мы идем на определенный день и получаем определенные вещи. Как, например, 300 день, получаем Зинистар. Теперь же награды за цели будут распределены на 3 так называемые категории, либо же интервалы, называйте как хотите. Первый из них это дни сигилов и ресурсов. Это у нас будут дни 50, и потом через 100 дней 150, до 150 и так далее. Это день, когда мы сможем выбрать набор по типу сигил, плюс форма, плюс картошка. В эти дни можно будет выбрать любой подобный набор из уже существующих. Также туда планируется добавить для выбора набора из 3 марок и планируют ввести набор из 3 форм в будущем. То есть эти дни, когда у вас 50 и через каждый 100, будете выбирать такой набор. Дальше у нас называется набор прайм модов. То есть каждый день, каждый 200 день, то есть 200, 400, 600 и так далее, вы сможете выбрать из любого прайм моды, которая существует в игре, которая дается за логин, вы получаете прайм моды. Вот так это все будет работать. То есть не надо будет заходить столько-то дней ради там ярости прайма или миэнергии прайма и так далее. Каждый этап дальше третьей категории у нас идет оружие и экипировка. То есть начиная с сотого дня и тоже каждые 200 дней, то есть сотый, трехсотый, пятисотый и так далее, вы сможете получать любое оружие и экипировку. Под оружием, ну естественно понимаете, это Азима, Зенистар и так далее, всякие эти вещи. И также экипировка имеется в виду санданы и грядущий набор брони Lord Star. То есть разрабы уже подтвердили то, что набор брони дается за тысячу дней и как сандана, так и набор брони называется в англоязычном клиенте Lord Star. И вот такая ситуация работает, как-то так оно все дело будет получаться. Также разрабы написали, что по итогу при достижении предметов категории, естественно, вы сможете выбирать что-то одно из предметов этих категорий. И также в будущем могут добавить еще одну категорию, то есть четвертую для выбора более универсальных предметов, которые всегда нужны. Но эта категория будет появляться, если вы прошли порог в тысячу дней. То есть для меня это тоже где-то надо год накликать, для новых игроков это вообще будет какой-то кошмар. Но в целом вот такая система имеется, она больно правильна, то что вы могли выбрать, что вам нужно в первую очередь. И также разрабы подтвердили то, что прайм-моды и оружие, которые вы получаете за вход в игру, не будут передаваться. Раньше шли такие вещи, разговоры и так далее, чтобы эти награды передавались. И как вы помните, сообщество вызвало определенную такую обеспокоенность этим вопросом. И писали то в Стиву, то еще людям. И разрабы пришли к выводу, что лучше, чтобы эти награды не передавались. Их будет проще получить, касаясь того, что вам надо будет. Но передавать нельзя будет, соответственно, купить тоже. И в целом разрабы подчеркнули, что цель переделания всей системы наград за ежедневный вход в игру, это добавление персонализации, приоритет для игроков, и сбавление от линейности прогресса, чтобы, например, заходить в игру и знать, что там условно за тысячный день вам только дадут набор брони. Вот тут, хоп, и вы получаете, например, за сотый день или за трехсотый день этот набор брони, который бы вы хотели. Также некоторые игроки все еще недовольны тем, что надо заходить очень много дней в игру, чтобы получить все вещи и чтобы формануть все очки мастерства. Но в целом, опять-таки, изменение этой системы служило не целем того, чтобы быстро выдать людям вещи, а касаясь того, чтобы больше дать игрокам выбор того, что они хотят получить в первую очередь, что довольно неплохо, потому что, может быть, игроку не нужна броня, может быть, ему нужно оружие, может быть, ему нужно сначала не Азимази, не Стар. Так что, в целом, система переработана довольно неплохо касательно выбора предметов, касательно получения наград за просто за обычный день. У меня есть вопросы, недовольствия и так далее. Я считаю, что награды, которые мы там получаем, условно, там, 50 энда или 300 энда, это все у нас слишком маленькие награды и слишком незначительные. Но посмотрим, насколько тут разрабы захотят быть щедрыми или не захотят. Они уже показали, что могут эти наступки, и посмотрим, к чему это все приведет. Плюс разрабы публикуют такие вещи, чтобы, опять-таки, отзываться по отзывам уже игроков. И, на самом деле, раньше разрабы хотели поменять те дни, в которых мы получаем оружие экипировки, и те дни, в которых мы получаем промоды, поменять местами. То есть, именно, чтобы промоды мы выбирали на 100, 300, 500, а оружие уже на 200, 400, 600. Но потом поменяли, чтобы сохранить текущее положение вещей. Ну, как-то так. Опять-таки, пишите, что вы думаете по этому поводу. Дальше у нас касательно вещей. У нас с Пабло немножко тизерит всякие вещи. В частности, работают они над новым задним фоном Grineer, который там будет меняться. Там немножечко меняется надпись Warframe, и, в целом, добавят также звуки еще интерфейса Grineer. В принципе, видос прилагается. Ну, а так-то, в целом, опять-таки, разрабы пишут, что этот задний фон можно будет применять и на других темах. То есть, как я понял, задний фон и темы, это, естественно, разные вещи. И также разрабы пишут, что другие задние фоны мы будем выпускать тоже, но несколько позже, хоть и медленно. Поэтому там ожидать мы, соответственно, можем всякие вещи типа корпуса и так далее. Было бы неплохо, кстати, приурочить тему корпуса. Вообще, задний фон корпуса для выхода Фортуна. Но, опять-таки, кто знает, успеет, не успеет, думает, не думает. И также мы получили подтверждение, что создавать свои пользовательские задние фоны, к сожалению, будет нельзя. В целях совместимости всех элементов. Как Пабло писал, надо немножко поработать им над каждой темой, каждым интерфейсом, каждым задним фоном, чтобы оно все работало между собой. И если видеть что-то свое, то, соответственно, это может не работать и так далее. Поэтому здесь этого ожидать не придется. Свои фоны мы создавать не сможем в игре. Также еще от Пабло мы узнали, что кое-что готовится для Дадзё. В частности, для того, чтобы не приходилось финансировать каждую декорацию в отдельности, а более обобщенно. То есть на одну комнату, либо на все Дадзё. Но, опять-таки, это не находится приоритете, поэтому и скоро ждать не придется. И также Пабло еще написали, что Курия 5.3 не сканируется почему-то, хотя люди находят, но просканировать не могут. Поэтому, кто у меня охотится за Курией, сообщу вам, что Пабло написал, что грядущим патчей переместят чуть другое место, поэтому будет она сканироваться. Ее место не поменяется, просто она будет доступна для сканирования. И также последнюю новость. Это от Шелдона идут некоторые намеки по поводу Акваста Прайм. В частности, один человек ему написал, что никак не дождется Акваста Прайм. И Шелдон написал, что хороший игредер к тем, кто ждет. Так что, кто знает, может быть, Акваста Прайм не так уж далеко и не так уж невозможно, как мы предполагали. Так что, на всякий случай, подготовьте ваши мальчики, чтобы они у вас были. Если не с Хромой, то, может быть, с Минсовой, кто знает. Честно, у меня нет данных по этому поводу. Но, опять-таки, разработчики, уверенно, захотят когда-нибудь Акваста Прайм да выпустить. Поэтому, может быть, мы в этом году увидим. Все может быть. Но, за всем у меня уже все новости. Пока что, по Ревинату, новостей нет. Там заглушен. Но, опять-таки, может быть, сегодня-завтра все дело выйдет. Если не выйдет, может быть, хотя бы какие-то новости мы узнаем. Потому что уже пора ОДЕ. В принципе, стандарты дни, когда не выпускают обновление. Это среда, четверг. И вряд ли не захотят выпустить обновление пятницу. Потому что лучше будет осеннее помониторить это обновление на баги, на всякие такие вещи. Но, в любом случае, мы с вами все еще в режиме ожидания обновления на этой неделе. Ну, а здесь у меня уже точно все. Поэтому, всем всего, всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok